Рекламно-информационная программа Всем доброго дня! В Кирове 13.05 начинается программа интервью. Сегодня, 19 марта, отмечается Международный день клиента. В этот день первые лица компании, как правило, лично благодарят своих клиентов, вручают презенты, получают от них обратную связь. Для клиентов это тоже хорошая возможность поблагодарить организации, услугами которых они пользуются, или высказать какие-то пожелания, какие-то предложения. И сегодня гость нашей студии Артем Пищик, управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк». Артем Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Да, ну ПАО «Сбербанк» — это организация, у которой миллионы клиентов. Старейший банк страны, финансовый холдинг со 177-летней, если я не ошибаюсь, истории. Таковы главные принципы вашей компании. В день клиента, мне кажется, с этого надо начать нашу беседу. Да, спасибо за вопрос. Ну, вы правильно отметили, что у нас очень длительная история, и действительно у нас очень много клиентов, более 140 миллионов клиентов в более чем 20 странах мира. Причем мы оцениваем, что нашими клиентами является порядка 80% населения, и что также немаловажно и приятно то, что каждый третий предприниматель имеет расчетный счет в «Сбербанке». Это мы о России говорим, да, каждый третий предприниматель? Да, абсолютно. Это про российское предпринимательское сообщество. При этом, если говорить о принципах, ну, их можно, наверное, перечислять достаточно много. Ключевые — это все-таки принципы, когда мы смотрим на все, что мы делаем и в банковские, и иные сервисы, и глазами клиента. Немаловажно, конечно, что… То есть вы на ту сторону встаете, да, стараетесь посмотреть, насколько это удобно? Ну, есть такое выражение даже, да, встать в тапки. А. Вот. И даже руководство периодически делает такие процедуры, когда встают в тапки, например, сотрудников, которые находятся на фронте, на линии устройства самообслуживания или на первой линии обслуживания клиентов, проведения платежей и так далее. Это тоже важная процедура, потому что только так можно действительно понять, а что чувствует сотрудник или что чувствует клиент. И мы очень много внимания уделяем такой квалификации, да, такой компетенции, как эмпатия, когда вы сопереживаете клиенту. И для нас действительно очень важно удовлетворять запросы клиента, но при этом не только просто их удовлетворять, но вообще идеальная, конечно, картинка, когда мы их предвосхищаем, и даже когда клиент еще не знает, что он чего-то хочет, а мы уже имеем возможность ему предложить, и он только после этого поймет, что, да, действительно, это то, что для него нужно. И самое главное для нас, конечно, это эмоции клиента и долгосрочные отношения. Разовые какие-то акции, сделки для нас это неинтересно, нам важно сотрудничать в долгую, причем мы работаем в том числе и над династиями в нашем банке, да, и, конечно, клиенты, которые давно и долго с нами сотрудничают, для нас являются самыми ценными, самыми важными. Фактически уже члены семьи, получается, можно так сказать. Конечно, да, можно и так сказать. При этом для нас очень важно время клиентов. Мы понимаем, что самый дорогой ресурс, особенно сейчас, в век современных технологий, это время, и чем меньше времени клиент потратит на совершение нужных, важных для него операций, тем, конечно, он более будет благодарен нам. И если говорить о сферах жизни, в которые мы так или иначе уже входим, то, по сути, ну, наверное, нет такой сферы, где так или иначе мы бы не присутствовали. Мы, по сути, можем сказать, присутствуем в жизни наших клиентов, начиная там с детсадов, когда родители платят плату за детские сады, когда мы заходим в школы, школьное питание, совершенно верно, с ладошками наш проект, кампусные карты в высших учебных заведениях уже. Все, что связано с образованием, очень много внимания. Мы последние несколько лет этому уделяем. Это и школа 21, и Академия искусственного интеллекта. Все, что связано с заботой о здоровье. И последние несколько лет мы очень плотно занимаемся развитием телемедицинских услуг. Понятно, страхование для нас 5 лет назад буквально казалось, что это совершенно новое направление, но это бизнес очень интересный и немаловажный. Опять же, все, что связано с госуслугами в наших учреждениях. Ну, еще раз повторюсь, наверное, нет такой сферы жизни человека. Где так или иначе мы бы, по крайней мере, себя не видели. Возможно, мы еще не везде присутствуем, прямо очевидно, но так или иначе скоро мы там будем, даже если нас там сейчас нет. Ну, и я так понимаю, что есть какие-то 5 направлений, таких вот основных, которые вы для себя как принципы работы определяете. Это доступность, удобство, скорость, безопасность и новые возможности. Ну, потому что в мире все меняется. Мы видим, как стремительно совершенно меняется. Как говорит моя мама, еще 20 лет назад невозможно было представить, что мы будем носить телефон в кармане, что можно будет с этого телефона позвонить в другой город, выйти в интернет по скайпу или еще как-то увидеть человека, который живет в другом городе. И банковские услуги, они тоже меняются стремительно. И более того, если про телефон говорить, мы, наверное, даже 10 лет назад не могли сказать, что мы телефон будем чаще использовать не как средство позвонить, а как в том числе средство написать письмо или совершить какие-то платежи, оплатить поездку или покупку в магазине. И это еще при том, при всем, что по статистике более 90% ресурсов телефонов практически не используются человеком. Я не говорю уже о телефоне как о фотоаппарате, о видеокамере, о всех прочих историях, которые можно с этим делать. И действительно для нас один из ключевых принципов, помимо тех, которые вы озвучили, это новые возможности. И, как я уже сказал, мы видим себя не просто банком, а видим, что нам очень важно и нужно идти во все направления, где так или иначе у клиента есть какие-либо потребности. И мы понимаем, что мы можем удовлетворять эти потребности, предвосхищать их и быть высококлассной сервисной организацией. Ну вот мы сейчас с Артемом Пищиком, управляющим Кировским отделением Сбербанк, более конкретно, наверное, начнем говорить про продукты. И, ну, наверное, самый такой востребованный продукт, который есть, это потребительские кредиты. Скажите, пожалуйста, вот нашим слушателям в день клиента наверняка интересно узнать о том, какие новые акции, весенние акции предлагает Сбербанк? Ну, во-первых, да, следует отметить, что действительно потребительские кредиты являются очень популярными. И если, например, брать Кировскую область, то за прошлый год в нашем банке потребительских кредитов даже взяли больше, чем ипотечных кредитов, хотя до этого статистика была немножечко другая. И важно отметить, что более 12 миллиардов потребительских кредитов в Кировской области было выдано Сбербанком в прошлом году. Ничего себе! Причем мы, ну, уверенно занимаем на этом рынке достаточно большую долю и видим возможности и дальше наращивать свои портфели, да, как мы это говорим. А что касается текущих предложений, то, на мой взгляд, сейчас очень интересное время, когда можно взять потребительский кредит без обеспечения под низкие ставки. Минимальная ставка составляет 11,9% годовых. На фоне последнего полугодия, когда и ключевая ставка росла, такого предложения не было. И если у вас есть сейчас потребность и вы видите возможности для себя что-то приобрести, в том числе за счет кредитных ресурсов, то, конечно, сейчас это хорошая возможность воспользоваться этой акцией. Ставки снижены у нас для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей, на срок от трех месяцев и до пяти лет, что немаловажно. Срок достаточно большой, удобный. И, как я уже сказал, что ставка минимальная ставка составляет 11,9% годовых. И кредит без обеспечения, что тоже немаловажно. Акция у нас продлится до конца апреля. Поэтому, если вот сейчас есть желание, у нас есть возможности. Еще такой вопрос. Насколько я понимаю, насколько помню, вы расширили спектр потенциальных заемщиков. Человек, который обращается в банк за кредитом, часто опасается, что кредит ему не дадут из-за возраста, еще по каким-то причинам. У вас сейчас, по-моему, возрастная планка вообще сдвинута. Для пенсионеров, которым, возможно, для сада, еще для чего-то нужны дополнительные средства. Можете им помощь оказать? Да, спасибо за вопрос. Действительно, у нас кредиты без обеспечения в Сбербанке могут быть выданы клиентам возрастом до 70 лет на момент окончания срока кредитования. А если вы более возрастные, то у нас есть еще продукт уже с обеспечением. И в этом случае кредит доступен до 80 лет по возрасту. Диапазон ставок тот же самый, в принципе. И мы уверены, что это предложение действительно интересно и своевременно. Ну, ипотечные кредиты, про них мы тоже поговорим обязательно. Вот, несмотря на то, что все вроде как меняется, жилье, свое жилье, особенно в России, остается такой ценностью основательной для наших граждан. И актуальная тема ипотечного кредита, того, каким образом можно его оформить, как много времени это занимает. Для кого-то, например, договор с банком на 20-30 лет, ну, это такая серьезная ответственность, да, не все готовы сделать этот шаг. Для кого-то это единственная возможность оформить, там, помощь получить, да, и приобрести себе жилье. Ваше экспертное мнение. Вот подход к ипотечному кредитованию за последние годы меняется или нет? Ну, наверное, стоит начать, наверное, действительно с... как это, основной мысли вашей, в первую очередь, что действительно у нас жилье, это, ну, такой ключевой актив, который любой человек считает очень важным в своей жизни. И традиционно там пословица, да, построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Она, ну, не теряет своей актуальности. И, что немаловажно, государство тоже очень много внимания этому уделяет. И существует достаточно большой перечень, скажем так, государственных программ, в которых, в том числе, и наш банк участвует. Но здесь я, наверное, сегодня на них останавливаться не буду, потому что, я боюсь, мы все эфирное время на это можем потратить. Но при этом можно обратиться в ФСБанк и получить полноценную консультацию на эту тему. А так, если говорить об изменении подходов с точки зрения жилищного кредитования, то я вижу, что за последние, ну, даже не пять лет, а за последние два года подходы кардинально изменились. И это не только процентная ставка меняется? Абсолютно. Конечно. Это не касается только ставок. Это касается, собственно, самого процесса приобретения. То есть, если раньше на приобретении жилья люди по-хорошему, даже я из своего личного опыта могу сказать, что по-хорошему у меня там по жилью уходило до месяца. На то, чтобы пройти все процедуры, начиная с подбора жилья, оформления кредита, а потом оформление жилья в собственность там и так далее, и так далее, то сейчас скорости совершенно поменялись. И, в принципе, всю сделку от момента подбора до завершения, до выдачи кредита и завершения оформления в регистрационных органах может пройти не более одного дня. Но тут еще новые технологии нам на помощь приходят. Да, сервис ДомКлик. Да, наш сервис ДомКлик, то есть онлайн-технологии, когда вы все это можете сделать, опять же, не посещая офисы банка, а используя мобильное приложение или приложение на персональном компьютере, в онлайне можете подобрать жилье, подать заявку, получить одобрение по этой заявке. И, собственно, вам в банк надо будет прийти всего один раз для того, чтобы подписать кредитную документацию. Притом я вижу перспективу такую, что в достаточно обозримом недалеком будущем можно и даже будет без этого обходиться. Как, например, если возвращаться к потребительскому кредитованию, то, опять же, та же сама акция под 11,9% годовых, она доступна с мобильного телефона. Я, опять же, на личном опыте стараюсь все банковские услуги на личном опыте тестировать. И вот из личного примера говорю, что я с телефона потребительский кредит оформил буквально за 5 минут, причем с момента подачи заявки, одобрения и зачисления денег мне в конечном итоге на карту. То есть мне никуда идти не пришлось, то есть я все подтверждения сделал на собственном телефоне, не выходя из дома. Прошло 5 минут, наверное, да, даже не больше. Вот реально. То есть технологии уже дошли до такого уровня, когда это можно и нужно делать именно в таком режиме. И, в принципе, мы все усилия направляем на то, что если где-то возможно какую-то процедуру упростить, надо ее упрощать. Если где-то не требуется каких-то документов от клиента объективно, или мы можем получить их самостоятельно, то, значит, мы должны их получать самостоятельно. И наша задача, чтобы клиент, ну, в итоге, да, как есть анекдот, хочу одну кнопку, как это сделать, пусть все будет хорошо. Да, вот мы стремимся к тому, чтобы у наших клиентов была именно такая кнопка, нажав которую он сделал для себя все хорошо. Если возвращаться к ипотеке, то, опять же, спасибо за напоминание про наш сервис ДомКлик. Он постоянно развивается, обрастает новыми возможностями и технологиями. И благодаря этому сервису клиент имеет действительно возможность в онлайне, еще раз повторюсь, найти, подобрать жилье, подать заявку, получить одобрение и оформить всю сделку от начала до конца. Да, при этом клиент в этом приложении будет получать полноценную консультацию, в том числе, что немаловажно, живых консультантов, да, которые… То есть это не робот? Нет, есть там, частично есть чат-бот, который в том числе и роботизированный. На постоянные вопросы отвечает, да, самые самые частые. Стандартные, да, часто задаваемые и так далее. Но также клиента по всему процессу сопровождает живой человек, живой консультант, которому в том числе можно и прийти в офис, потом и обратиться лично. То есть увидеть этого человека, который тебе помогает. Да, да, сказать ему спасибо. Это важно, да, особенно в день клиента, между прочим. При оформлении ипотеки очень часто бывает такая потребность, да, обязательным условием является оформление страховки. И многие заемщики, банки обвиняют в том, что это навязывание лишних услуг, это лишние деньги. Справедливы эти претензии, на ваш взгляд, или нет? Если коротко сказать, то нет, да. Опять же, из личного примера… А если расшифровать? Да, обязательно расшифруй сейчас. Опять же, из личного опыта я принципиально, или как угодно это можно назвать, но любой кредит я обязательно оформляю со страхованием. На этом фоне и Ильфа Петров вспоминается, да, что ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как страховой полис во время наступления страхового события. И я считаю, что наша, в том числе, ну, как это, большая задача, как банковского учреждения, все-таки страхование вернуть, ну, ту ценность, которая существовала, в том числе, и в советские годы. И я являюсь искренним адептом страховых продуктов и уверен, что страховать действительно важно и нужно. Более того, важно помнить, что при оформлении страхования вы получаете скидку по процентной ставке по ипотеке. То есть она снижается? Она снижается в этом случае на один процентный пункт, что тоже немаловажно. Потому что банк уверен, что если, не дай бог, что-то заемчикам случилось, то не окажется в ситуации, когда некому совершенно выплачивать кредит. Совершенно верно. Некому выплачивать раз. Вынужден банк будет работать с тем жильем, которое оформлено в ипотеку. И что для нас самая негативная ситуация, если мы будем вынуждены это жилье в конечном итоге продавать, а там большой вопрос, кто в нем проживает и так далее. Тоже очень негативно, не нужна никому история. Вот поэтому, еще раз повторюсь, страхование действительно важно. В этом случае оформляется страховка. Ну и, что, опять же, немаловажно, надо все считать. И в ряде случаев, опять же, на личном примере, в ряде случаев получается, что в случае оформления страхования кредит вам в конечном итоге суммарно, вместе с расходами на страхование, обходится дешевле. Это можно посчитать в офисе, на калькуляторе. И я всем рекомендую это делать. То есть просто берешь и просчитываешь. Конечно. Выгодно или невыгодно. Ну и потом страховой полис, это же не только история с ипотекой. То есть это не только на случай, если вдруг с тобой что-то случилось на время выплаты кредита. Ты же этим полисом можешь пользоваться. Ну вот просто. Ну, как говорят страховщики, не дай бог. Но, тем не менее, жизнь действительно такая штука не всегда предсказуемая. Поэтому важно иметь определенную страховую подушку. Ну, мы поэтому на этом фоне, и как раз я вскользь уже сказал о том, что мы вообще очень плотно работаем в области страхования. И на этом фоне мы сейчас много внимания уделяем сервисам, которые так или иначе связаны со здоровьем. И наиболее плотное внимание сейчас мы уделяем сервисам удаленного медицинского обслуживания. И совместно с нашим маркетплейсом DogDog, который входит в группу компании Сбербанка, мы сейчас по всей стране активно продвигаем эту услугу, всем рекомендуем ей пользоваться. То есть, по сути, это сервис, который позволяет вам получить удаленную дистанционную консультацию лечащего врача, причем не обязательно общей практики какой-то там, да, не домашний доктор, а и узконаправленных специалистов. При этом благодаря этому сервису вы можете видеть и насколько, как его оценивают другие клиенты. То есть, там есть бальная система, вы можете выбрать соответствующего специалиста с наибольшим уровнем хороших положительных оценок. И, что немаловажно, вы получаете сервис качественно, на наш взгляд, в круглосуточном режиме. И тоже онлайн? Да, и тоже онлайн. Да, понятно, что могут возникнуть какие-то нюансы, связанные с необходимостью сдачи анализов и так далее, но, опять же, по результатам получения, результатов анализа, вы можете обратиться к врачу уже, который дистанционно может, в том числе, назначить необходимые процедуры. Артем Пищик, управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк» в нашей студии. И еще одна важная составляющая вашей работы, работы «Сбербанка», это помощь и поддержка малого бизнеса. Этому направлению сейчас уделяется очень большое внимание. Развитие малого бизнеса, озаботились на федеральном уровне, принят национальный проект в сфере поддержки таких форм предпринимательства. Какие продукты для малого бизнеса, для микробизнеса предлагает «Сбербанк»? Да, малый бизнес, на мой личный взгляд, это действительно основа развития всей экономики. И без малого бизнеса, по сути, невозможно существовать никакой иной отрасли и ни одной области жизни. И «Сбербанк», что меня радует, последние два года существенно, на мой взгляд, пересмотрел отношения к работе с этим сегментом. У нас появились в позапрошлом еще году действительно бесплатные, гибкие тарифные планы, которые позволяют и открыть расчетный счет бесплатно, и проводить бесплатно платежи. Кроме этого, мы предоставляем нашим клиентам дополнительные бонусы в виде бесплатного введения управленческого учета, купоны на продвижение бизнеса в различных сервисах, таких как «Яндекс», «Контакте», «Мейл.ру» и еще много-много интересных привилегий, которые могут получить наши клиенты, просто открыв расчетный счет банки и активировав доступ в нашу онлайн-систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом мы понимаем, что малый бизнес, он нуждается всегда в доступных ресурсах, причем в доступных даже не с точки зрения стоимости, а с точки зрения скорости оформления. Сроки, сроки самое главное, да. Потом, либеральных условий, скажем так, по залоговому обеспечению и так далее. И опять же, мне радостно, что в прошлом году у нас появился новый продукт, это корпоративно-кредитная карта, которая отдаленно, наверное, условно можно назвать аналогом кредитных карт, которые выдавались достаточно и сейчас популярны среди населения. Корпоративно-кредитная карта предназначается для того, чтобы на ней можно было рассчитываться за любые товары, скажем, которые необходимы для компании. Можно также пользоваться льготным периодом и экономить на процентах в течение 50 дней. При этом лимит по карте до 1 миллиона рублей без залога и поручителей, что немаловажно, как я уже сказал. Это не маленькая сумма. Конечно, она покрывает основные, скажем так, потребности вот в таком коротком оборотном кредитовании и на таких условиях. И при этом карта просто привязана к расчетному счету, и, по сути, клиенты, оформив такую карту, получают возможность получить и кредитные ресурсы, и использовать ее в качестве расчетного платежного средства. Корпоративная карта? Корпоративная карта, да. Всем рекомендую. Корпоративная кредитная карта, всем рекомендую. Оформляйте. У нас уже хороший опыт по выдаче кредитных карт, и мы готовы их очень быстро оформлять всем нашим корпоративным клиентам. С заявкой тоже можно обратиться онлайн? Да, конечно. С заявкой можно обратиться онлайн. Вот смотрите, это очень важная вообще на самом деле история. Учитывая, что большинство банковских сервисов переходит в онлайн. У людей, и это даже в нашей студии часто высказывается, есть опасения. Означает ли это, что в скором времени традиционных отделений банка не останется? Вот такого, чтобы прийти, со специалистом встретиться, глаза в глаза поговорить. Зачем? Вот все у нас, все в компьютере, все в телефоне. Ну, я думаю, что есть эти опасения, там, они связаны с тем, что зачем банку? Банку же невыгодно содержать живых сотрудников. Вот тут робот, он есть, не просит, зарплату не просит, а работает хорошо. Да, круглосуточно и так далее. В отпуск не идет и не болеет и так далее. Ну, опять же, если коротко говорить, то нет, офисы не закроются, и живые люди всегда будут актуальны, востребованы. И следует отметить, у нас очень обширная филиальная сеть и по стране, и по Кировской области, но только по Кировской области у нас порядка, как точно, 156 филиалов, причем 90 из них филиалов, которые расположены в районах, на селе. И, да, действительно, мы часто слышим в свой адрес упреки, что мы закрываем офисы, но мы никогда не делаем это спонтанно, не обдуманно. Но вы же понимаете, да, что ваше отделение где-то в каком-то населенном пункте – это жизнь. Вот это место, куда люди общаться в том числе приходят, друг с другом, с сотрудниками. Поэтому, конечно, да, и вот и опасения высказывают. Как в революцию, да, телефон, телеграф и банк. Да. Здесь то же самое. Мы понимаем, что онлайн-сервисы, о которых вы уже упомянули, они действительно востребованы, и за ними перспектива, но личного общения никто не отменяет, и действительно оно нужно и востребовано. Это является одной из основ, скажем так, нашего существования. Понятно, что ключевое сейчас направление, которое очень популярно, и в том числе в банковской среде – это диджитализация, все, что связано с цифровыми технологиями и так далее. Но общение – это то, что очень важно для любого клиента, и мы, конечно, этому будем и дальше уделять много внимания. И, конечно, наша ключевая задача, чтобы люди всегда имели возможность получить качественный высококлассный сервис, где бы они ни находились. Если в этом плане рассуждать, то, конечно, как один из запасных вариантов в случае отсутствия или невозможности открытия офиса в том или ином населенном пункте, мы используем передвижные мобильные офисы, и следует отметить, что за прошлый год мы увеличили количество населенных пунктов, куда у нас ездит как раз мобильный офис из Бирбанка. Давайте вот немножечко расскажем поподробнее, что это. То есть это какая-то машина приезжает? Да, это машина. Ну, как коротко, это такой небольшой микроавтобус, фургон со специалистом внутри, то есть это нероботизированный фургон, то есть вместе… Там живой человек. Живой человек, да. И по приезду этот фургон подключается к электрической сети, ну, в случае отсутствия там дизель-генератора работы, да, и нам, конечно, нужен доступ в интернет. И по приезду размещается, работает в определенном режиме, то есть у нас есть график посещения населенных пунктов, ну, как правило, мы стараемся заезжать не реже одного-двух раз в неделю обязательно, и клиенты, население, куда приезжает мобильный офис, может в этом офисе совершить все основные операции, то есть снять наличные, положить наличные во вклад, обслужиться по банковской карте, совершить платежи, переводы совершить какие-либо, ну, то есть тут самые… А графики вашего приезда людей извещают местные власти, я так понимаю, да? Ну, во-первых, он известен, мы… Не меняется, то есть он постоянно такой. Ну, как, бывает, что, конечно, меняется, но, конечно, об его изменении люди уведомляются заранее. И наша задача, конечно, как я уже сказал, повысить доступность банковских услуг, востребованных банковских услуг. И, повторюсь, там, где это невозможно, мы используем мобильные офисы, а еще в этом году мы планируем, ну, уже есть у нас первый опыт оказания банковских услуг через точки наших партнеров, через торговые магазины в населенных пунктах, ну, по сути, через специальные терминалы, которые находятся у кассиров, у продавца. И я, как бы, уже об этом сказал, клиенты тоже могут совершить ключевые операции. В этом случае это платежи, переводы, положить и снять наличные, тоже будет возможно. И мы будем открывать больше таких точек в нашей области. И в этом году мы планируем 31 точку открыть. Новые. Артем Пищик, управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк» в нашей студии. Сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся. Мы продолжаем. Артем Пищик, управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк» в нашей студии. А сегодня я напоминаю Международный день клиента. День, когда клиенты благодарят компании, которые оказывают им помощь и поддержку. А компании, соответственно, для клиентов какие-то новые услуги. Тоже вот слова благодарности, да, в ответ говорят. Остановились на высоких технологиях в финансовой сфере. И еще одна история, тоже такая вызывающая, может быть, опасение о том, что все меняется, и когда-нибудь что-то из нашей жизни уйдет окончательно. Это история с банковскими картами и безналичными расчетами. Очень плотно вошли в нашу жизнь. Там современная, мне кажется, молодежь не представляет себе жизни без банковской карты. У многих вообще нет наличных денег. Ну, если есть какие-то там маленькие, воду купить в наших киосках и прочее. На ваш взгляд, вот эта история с банковскими картами когда-нибудь достигнет ли того предела, что доля безналичных платежей приблизится к 100%? Вот в России сейчас я не знаю, сколько. В европейских странах, как я понимаю, уровень уже 90% всех расходов, расчетов, это все безнал. Ну, действительно, все, что связано с безналичным миром, для нас это очень важно. И мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить и достичь доли в 100%. Понятно, что до этого далеко. Сейчас доля оценивается на уровне 40-47%. Но это половина. Это уже половина. Причем динамика последних лет очень хорошая. Ежегодно по доле мы прирастаем на 5-7% пунктов. И, в принципе, горизонт до 100% по сути такими темпами всего 10 лет. Хотя я уверен, что гораздо быстрее мы можем до этой величины дойти. Насчет Европы, кстати, я бы немножко поспорил. И не все страны, например, могут похвастаться высоким уровнем доли безналичных расчетов в общем объеме совершаемых платежей и покупок и так далее. Лидеры в этой области традиционно скандинавские страны. Швеция показывает практически 98%. Ну и то там есть небольшая доля наличности. Канада показывает большую тоже долю. Но следует отметить, как я уже сказал, что Россия тоже в этом тренде очень хорошо себя демонстрирует. И даже, видите, компания Apple там Россию отдельно в своих презентациях упоминает с точки зрения развития Apple Pay. Я вот боюсь соврать, мы там или третий, или вторый даже в общем рейтинге совершаемых объемов с использованием этой технологии. И, конечно, мы понимаем, что это направление, оно очень перспективно, очень важно со всех точек зрения. И в нашей стране среди лидеров с точки зрения безналичных платежей такие отрасли, как торговля, ЖКХ, медицина, госуслуги. И в последнее время общественный транспорт стал очень популярным. Ну, по сути, я перечислил ключевые ежедневные потребности. Ну, то, с чем мы сталкиваемся постоянно, да? Да. И для нас, например, ключевым проектом прошлого года стало внедрение безналичной формы оплаты в общественном транспорте. И наша цель – добиться того, чтобы 100% пассажиров расплачивались из-за прайс-карты, потому что мы искренне уверены, что это и удобно, и безопасно, и быстро, что немаловажно. Не нужно искать мелочь. Там кондуктора не будут тратить времени на поиск сдачи и так далее. Причем, опять же, очень приятно отметить, что Киров, стартовав с проектом расчетов на транспорте с использованием карт в октябре месяце, по сути, за два месяца показал динамику, которую многие города не могли показать в течение двух... За два года. За два года, да, совершенно верно. И сейчас статистика такая, что у нас ежедневно более чем 10% операций по оплате проезда совершаются с использованием банковских карт. Ну, как я уже сказал, наша цель – это 100%, и мы к ней будем стремиться вместе с администрацией, вместе с правительством. Ну, то есть карту оформлять есть смысл даже людям старшего возраста, несмотря на то, что они очень опасаются вообще вот всех этих высоких технологий, того, что с картой каким-то образом спишутся средства, и непонятно вообще, как себя вести, и куда потом бежать, и как их вернуть, и возможно ли. По пунктам, да? Да. А карту оформлять и целесообразно, и нужно, потому что все сервисы, так или иначе, которые, как я уже сказал, удовлетворяют наши ежедневные потребности, они так или иначе связаны с расчетами, с использованием банковских карт. А с точки зрения безопасности я бы, ну, чтобы сильно в дебри не уходить, опять же, это тема для целого эфира, для отдельного разговора, но есть ключевые вещи, которые просто важно очень соблюдать, это не сообщать персональные данные третьим лицам. Банк никогда у вас не запросит пароли или коды, которые присылают по СМС, поэтому их тоже категорически никому не надо передавать. Не нужно передавать данные, расположенные на карте, особенно на ее обороте, то есть сам номер карты, он ничем не грозит, да, как бы его можно передать, а вот так называемый трехзначный CVV-код, да, на обороте возле поля для подписи, вот его категорически никому сообщать не нужно, ну, и, собственно, не поддаваться на провокации, и лучше, если где-то что-то вы в чем-то сомневаетесь, то лучше перезвонить в колл-центр, номер телефона всегда указан на карте, если вам звонят, например, и вы не понимаете, кто это звонит, положили трубку и перезвонили по тому номеру, который указан на карте, и в этом случае вы себя существенно обезопасите, ну, и также я, конечно, всем очень рекомендую, и, как я уже говорил в начале, да, сам пользуюсь такими сервисами, застрахуйте, застрахуйте свою карту, застрахуйте эти средства, которые на ней находятся, за которые вы переживаете, возможно, что... Ну, это вот если речь идет о пожилых, например, родителях, да, дети могут вполне это сделать, и... Конечно. И мама с папой не волнуются, и человек спокойный. Да, и дети уверены, что родители приобщены к современным, быстрым, удобным технологиям. Ну да, и не надо с собой носить, может быть, какие-то суммы денег, там еще что-то, и всегда с собой главные деньги есть, если вдруг что-то увидел и нужно что-то купить. Конечно. Ну вот возвращаясь к сегодняшнему празднику, дню клиента, как сделать так, чтобы завоевать расположение клиента раз и навсегда? Как завоевать его любовь, его преданность? Существуют универсальные методы какие-то или нет? Я понимаю, что, может быть, Сбербанку странно задавать этот вопрос, и у вас исторически так сложилось, что к вам относятся, ну, немножко не так, как ко многим финансовым, может быть, учреждениям, да, потому что у вас история длинная такая, да, 177 лет. Ну, при том, при всем, при тех возможностях наших, да, к нам и требования очень высокие, и мы действительно стремимся удовлетворять этим требованиям. Ну, знаете, тут вспоминается книга «Жалобы как подарок», в которой приводился пример, когда один зарубежный банк провел исследование и работали со своими бывшими уже клиентами, которые так по тем или иным причинам перестали обслуживаться в этом банке, и они для себя, ну, как бы сделали не то чтобы открытие, но очень интересные выводы, клиенты с ними поделились, что, в принципе, для них не так важны были тарифы, не так были важны ставки, там, или что, ну, как бы традиционно вроде выходит на первый план в случае выбора того или иного банковского учреждения. А для клиентов было очень важно почувствовать свою значимость, что они действительно нужны банку, что они действительно ценны для него, и не просто потому, что у него там есть во вкладе какая-то определенная сумма, а именно просто потому, что они являются его клиентами. И банкиры привыкли думать, что клиенты уходят от них из-за ставок, но это совсем не так, не ставки определяют чувство удовлетворенности, и, конечно, наша задача, как я уже говорил в начале, что чем больше клиентов будут удовлетворены теми услугами, которые мы оказываем, тем больше мы, конечно, в конечном итоге заработаем, но самое важное, что клиенты будут получать удовольствие от сотрудничества с нами, от работы с нами, и, конечно, для нас это очень большая и великая задача повысить уровень удовлетворенности наших клиентов, и самое важное – сэкономить их время. Ну, и в этом направлении ведется большая работа. И как раз, собственно говоря, вот один из примеров, который мы можем озвучить для клиентов – это важные мероприятия, которые будут полезны кировчанам, 30-31 марта на базе Сбербанка по адресу Дериндяева, 25, состоится большая общегородская ярмарка недвижимости с участием крупнейших застройщиков и риэлторов региона, и Сбербанки, насколько помню, участвуют в этом уже не первый раз. Там, ну, третий раз – это шестой раз. Шестой раз. Шестой раз. Последний, как предпоследняя ярмарка, которая у нас проходила в прошлом году, действительно была очень востребована. У нас более полутора тысяч клиентов пришло и решили свои жилищные вопросы. Поэтому мы… То есть это такая возможность в одном месте все сразу сделать? И посмотреть, и выбрать, и проконсультироваться, и даже ипотеку, может быть, оформить? Ипотеку оформить, и более того, даже где-то получить консультацию дизайнеров, и в том числе определиться, может быть, там, с цветом своего кухонного гарнитура. То есть, ну, по сути, получить… А, то есть даже вот так, даже… Не только коробка и не только возможность уже приобретения квартиры, но даже уже обстановку можно выбрать для себя. И это великая задача, опять же, для нас – сэкономить время наших клиентов и реализовать их мечты. Все в одном месте. Ну, напоминаем, да, Дериндяева, 25, 30, 31 марта – это выходные дни, это удобно. Во сколько все начинается? В 10 часов. В 10 утра. В 10 утра. Я благодарю Артема Пищика, управляющего Кировским отделением ПАО «Сбербанк» за сегодняшнюю беседу. Поздравляю вас с Днем клиента и поздравляю всех кировчан с этим праздником. Пусть вот вы почувствуете себя любимыми вашими любимыми компаниями. До свидания. Спасибо вам, да. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!